Большой спортивный праздник, необычные соревнования и яркая концертная программа. 1 июня в День защиты детей найти себе занятия смогли все юные вологжане. К общегородскому празднику, каникулам, ура, присоединилась и Мария Суворова. Смотрим на наших участниц спортсменок, повторяем за ними. Легкая разминка, а затем комплекс упражнений для рук, ног, спины. Их показывают участникам общегородской зарядки, юные вологодские гимнастки. Начать день спортивно решили несколько сотен вологжан. Самых разных возрастов. Очень понравилось, заряжает оптимизмом. Супер, молодцы, каждый год хочу такие мероприятия. Общегородская зарядка проходит в Вологде второй год подряд. На этот раз утренняя тренировка дала старт большому празднику, который организовали в честь Дня защиты детей. Его герои все юные вологжане, а значит каждый пятый житель областной столицы. У нас около трех тысяч дошкольников выпустилось из дошкольных образовательных учреждений. Это наши будущие первоклассники, будущее нашей звезды. Сегодня очень много площадок здесь работают на площади, на главной площади города. И поэтому я всем желаю правил, удачи, успехов, хорошо отдохнуть в летние каникулы. День защиты детей отмечается, начиная с 1950 года. Но на этот раз в областной столице светскую традицию объединили с православной. О русских покровителях семьи, святых Петре и Февронии, вологжанам рассказали воспитанники воскресной школы с помощью кукольного спектакля. Привычные, обычные проведения Дня защиты детей соединяются и с разговором о очень серьезных и глубоких вещах. Епархия и город, объединившись вместе, наполняют праздник немного дополнительными смыслами. В первый день летних каникул вся площадь революции превратилась в одну большую игровую площадку. Вот здесь повторяют правила дорожного движения. Это особенно важно в каникулы. Все машины стоят, после этого идем по пешеходному переходу. Но, девочки, как мы идем? Наушники могут быть в ушах у нас? Нет. Рядом импровизированные спортивные уголки, мастерская открыток, стол с аквагримом, любой образ по плечу. А еще интеллектуальные и настольные игры, рисунки на асфальте. У тысяч гостей праздника. Глаза разбегаются. Все очень радует. Аттракционов много, весело. Все для деток. Даже тренажеры есть, качельки, батуты. Все очень нравится. Ребенка первый раз вывезти на праздник детства. Посмотреть шарики, концерт, песенки. Мороженое уже успела съесть. Показать первые спортивные результаты смогли и самые маленькие. Уже ставший традиционным чемпионат ползунков прошел во дворце единоборств. Он собрал почти 120 малышей. Возраст от 7 месяцев до года. У каждого своя скорость забега и свои секреты успеха. Особо чувствовали в этот день матерей-героинь. Пятерым волокжанкам, у которых 5 и больше детей, вручили медали материнства. А кульминацией праздника стали взлетевшие в небо десятки белых шаров. Как символы права каждого ребенка на счастливое детство.